Здравствуйте! Губернатор Кузбасса провел Оргкомитет по вопросам празднования 80-летия Великой Победы. На встрече присутствовали представители различных ведомств и органов местного самоуправления, которые обсудили ключевые аспекты программы предстоящих мероприятий. Участники отметили, планируется множество мероприятий, включая торжественные митинги, парады, выставки и культурные акции. Эти события будут проходить по всему Кузбассу. Они будут отражать глубокое уважение к памяти тех, кто сражался за нашу страну. Особое внимание в этом году уделили сохранению и восстановлению мемориалов. Илья Середюк подчеркнул, что это позволит восстановить историческую справедливость и воссоздать хронологию событий того тяжелого для нашей страны периода. Нужно поставить задачу по инвентаризации всех памятников, обелисков, установленных в годы Великой Отечественной войны, сейчас внимание, не на территории Кузбасса, а по местам сражений наших дивизий. Нужно вместе с историками все проинвентаризировать, в каких местах установлены памятники, именно там, где проходили наши дивизии. А потом мы их должны будем все посмотреть на их состояние и качество. Будем взаимодействовать с администрациями тех территорий, где они установлены, но в крайнем случае даже сами выезжать и их ремонтировать, приводить в порядок к 80-летию. Это запишем себе в план работы. Власти призывают принять активное участие всех жителей Кузбасса в праздновании 9 мая. Все мы можем внести свой вклад в это важное событие, чтобы не забывать о подвиге своих предков и отдать дань памяти и уважения всем, кто боролся за мир и свободу. В Новокузнецке открыли движение по Запсибовскому мосту. Передвигаться можно по всем полосам, заградительные блоки убраны. Ранее представители подрядной организации взяли на себя обязательство завершить работы к 25 октября. Хочется отметить, что работы выполнялись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Рабочие уложили гидроизоляцию, залили бетон и пока один слой асфальта. Теперь подрядчики переключились на ремонт подмостового пространства. Укладку второго слоя асфальта и окончания работ перенесли на следующий год. Впрочем, водители уже наблюдают, как на мосту ведется ямочный ремонт, поэтому соблюдайте осторожность. Многие предположили, что дождем смывает разрушенные вибрацией некачественно уложенное асфальтовое покрытие. В таком случае весной первый слой придется восстанавливать, а значит тратить дополнительное время и, конечно, деньги. Центробанк повысил ключевую ставку с 19 до 21%. Большинство аналитиков прогнозировали, а скорее надеялись, что ЦБ будет более осторожен и ставка вырастет до 20%. ЦБ объясняет, инфляционные ожидания населения и бизнеса достигли максимума с начала года, да и сама инфляция складывается существенно выше июльского прогноза ЦБ. С учетом всего этого, а также с учетом проекта бюджета на ближайшие три года и с учетом того, насколько вырастут регулируемые цены и тарифы, Центробанк пересмотрел свой прогноз по инфляции в этом году. В июле он ждал, что будет 6,5-7%, теперь диапазон 8-8,5%. ЦБ объясняет и причины инфляции. Высокий спрос поддерживается в России ростом кредитования и доходов населения и бизнеса, а еще тем, что растут бюджетные расходы. С другой стороны, в России растет дефицит рабочей силы в широком круге отраслей. Получается, что производство не может расти так быстро, как спрос. Это нездоровая активность экономики и приводит к разгону инфляции. Уровень, на которой ключевая ставка забралась сегодня максимальной более чем за 10 лет. Данную ситуацию глава ЦБ Эльвира Набиулина комментирует так. Мы в 2022 году поднимали ставку до 20% для того, чтобы купировать риски финансовой стабильности. Это была не столько антиинфляционная мера, сколько в том числе предотвратить отток средств из банков и так далее. И когда задача финансовой стабилизации была выполнена, мы достаточно быстро снижали процентную ставку до 7,5%, чтобы поддержала экономику. Сейчас ситуация другая, мы повышаем ставку в ответ на рост инфляции и инфляционных рисков. По мнению главы регулятора, ключевая ставка опустится до нейтрального диапазона в 7,5-8,5% в 2027 году. Растягивать процесс снижения ставки, как подчеркнула Набиулина, никто не собирается. Вице-премьер Дмитрий Патрушев для стабилизации цен на сливочное масло дал ряд поручений. На совещании, которое Дмитрий Патрушев провел с участием производителей торговых сетей и ведомств, отметил, что для стабилизации цен Россия уже стала активнее ввозить масло из-за границы. Но это, по его словам, не отменяет задачу системного наращивания производства. А еще Патрушев напомнил собравшимся, что правительство не первый год предоставляет производителям и переработчикам целый комплекс мер господдержки. С начала года сливочное масло подорожало в России на 21,5%. За один только сентябрь примерно на 5%. Замглавы ассоциации РУСПРОФСОЮЗ Дмитрий Леонов объяснял происходящее тем, что у производителей сильно выросли затраты на логистику, упаковку, закупку сырого молока и молочных жиров. Особенно учитывая, что жиры используются импортные. Также Дмитрий Леонов указывал на то, что наценка торговых сетей в среднем более 70%. Но в ассоциации компании розничной торговли утверждают, что наценка в крупных сетях в среднем 22%. И вообще, что розничные цены растут медленнее закупочных. Любите ли вы родной город так, как он того заслуживает? Ответить на этот вопрос может каждый на примере нового историка краеведческого проекта библиотеки имени Гоголя. А Новокузнецкий грамотно и интересно, это по сути о нас с вами. История города ведь не только о геолокации, но и традициях, о языке и взаимодействии многонациональных идентичностей. А полный зал подтверждает уверенность авторов проекта, что Новокузнецк имеет историю, о которой надо знать больше. Учреждение культуры сегодня конкурирует в борьбе за молодежную аудиторию. И нам для того, чтобы найти свою формулу привлечения молодежной аудитории в библиотеку, все время приходится что-то придумывать, новые и новые проекты. И сюда мы, конечно, приплетаем креативность наших сотрудников, возможностей мультимедиа. Ну и щепоточку, главную такую, самую такую, которая придает уникальность, эксклюзивность нашим проектам, это краеведение. То есть мы стараемся все проекты, которые возникают, связать с краеведческой составляющей, чтобы город постоянно в нашей деятельности просвечивал. Проект разработала главный библиотекарь отдела читальных залов Наталья Филимонова с коллегами. И посвящен он 125-летию со дня рождения советского лингвиста, автора словаря русского языка Сергея Ивановича Ожегова. Мы будем свои краеведческие знания расширять не только за счет бесед о истории нашего города, о достопримечательности, о знаменитых новокузнечанах, но также мы будем рассматривать некоторые слова, которые встречаются в хронике и в летописи нашего города. Это, например, Острог, Воевода, Уезд, ЕСАК. Если почитать нашу летопись, то она пестрит такими историзмами, архаизмами. И, конечно, это будет очень интересно для всех участников проекта. Язык – это отражение культуры народа в целом и малой родины в частности. Проект представляет собой серию встреч, бесед, викторин и конкурсов. Авторы постарались, чтобы все они были интересны и познавательны. Данный проект в нынешних условиях невероятно актуальный, важный, значимый, нужный. То есть это патриотизм, любовь к малой родине. Данный проект как раз сплотит и сплачивает людей разных поколений. И уверена, убеждена, что у данного проекта большое-большое будущее. Удачи вам и здоровья!